Прорыв близко. Евросоюз и Великобритания почти нашли компромисс относительно цены Брекзита. Факт, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки, косвенно подтвердили и в Лондоне, и в Брюсселе. О цене развода подробнее расскажет Елена Абрамович. Сначала деньги, потом разговоры о любых других соглашениях. Брюссель давно четко обозначил свою позицию по Брекзиту. Но согласовать сумму стороны не могли месяцами. И вот накануне в СМИ появились заголовки «Компромисс найден». Переговорщик от Британии Дэвид Дэвис попросил подождать деталей до саммита 15 декабря. Если я раскрою вам какие-либо детали, это повлияет на сделку. Не переживайте, у нас будут хорошие договоренности. Впрочем, в СМИ, ссылаясь на дипломатов, огласили предварительную версию. Газета The Telegraph сообщила, что Лондон предложил Брюсселю от 45 до 55 миллиардов евро. Это чуть больше заявленных ранее сумм, но почти вдвое меньше ожиданий Брюсселя. По данным же другого издания Financial Times, стороны сошлись на 100 миллиардах. При этом чистыми платежами Британия готова выплатить менее половины этой суммы. Переговорщик от ЕС Мишель Барнье назвал все это сплетнями. Правда, подтвердил компромисс близок. Мы очень серьезно работаем над этими темами, чтобы я мог в течение нескольких дней сказать Европейскому Совету от имени Европейской комиссии, что мы добились прогресса, чтобы Европейский Совет принял решение перейти ко второму этапу переговоров о будущих отношениях. А второй этап, которого так ждет Лондон, уже затронет торговые отношения. Британия хочет сохранить беспошлиную торговлю, но Брюссель обещал жесткий Brexit, дабы другим было неповадно. Впрочем, на первом этапе, кроме финансов, не решены разногласия по будущим правам граждан ЕС и границам между Великобританией и Ирландией. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.